Еду я, еду я, еду я, еду я, вот такие вот красавцы, конечно для сэра это как бы саквояж не годится, но в стиле шотландка нормально. Сразу отвечаю, просто чтоб не было вопросов по шерсти, я был бы водителем, тоже был бы недоволен, если бы там собака шерсти насыпала, в следующий раз бы не пустила, так вот проблема решается сразу. Поломались от тормоза у автобуса, теперь мы пойдем пешком, потому что не хочу обидком, там следующий подъехал короче, пересадились люди, ну думаю, так сейчас толпиться не хочу, пройдемся, иду я по Покровску, я помню этот мураг, ну как-то и краем глаза, и тут у меня что-то в голове, что вот эта челюсть скелета, а не Голубка, ну тоже символично, да, прошли. Свадьба, гуляем по ночному городу Родинское, в том парке, которого мне не хватало в детстве, когда здесь жил, сейчас парк вообще я уже не знаю, просто мы апгрейдили так, что летом вообще здесь классно, такие тамада разрываются, Родик еще работает, нет, зимой его осушат, вот еще, вот такая локарса теперь. Летом тут мраморные карпы плавают, но сейчас их, наверное, нету, но... Так, здесь есть клетки с зверями, а тут еноты, толстые такие, жжжатые, Джин его не трогает, но он обучился, интересно ему, еноты-полускуны. Джин видел? Куки, куки, кабосики. Интересно, я привык, что их подкармливают, ну, начинают уже бычить, смотрю, один крутится. Джину интересно, но он не кидается, в первый раз видит вообще в жизни таких зверей. О, они фурчат, ничего себе. Наверное, бы съел бы, но нет, не кидался. Ну, если бы, конечно, съел бы, то, конечно, вес поднял бы, но поводки держится нормально. Ну, это такой едино-полоский мост. Парча постоянно проживает. А тут у нас тут белки. Тут белки. Свадьба продолжается. А воняет, капец. Ну, все, все, у нас не кошмарик, уходит. Да, женский? Ты бы, конечно, ему больше подорвал. Да, 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 конечно. Сидели. Ты злоб. Да все, все, злоб. Ну, не дали, не дали. Ай-яй-яй. Котейка, ты с этой стороны дома, а Джин с той стороны дома, да? Да. Худешь? На, попробуй. Ты серьезно? Ну, я же говорю, что это несъедобно. Да. Помогаешь такой любимой тещеньке уголек закидать в хату? Ну, а тут бас. Таранту. Ну, или уж это очень похоже. Прячется, холодный. Вот. Не, чувак, не в хату. Я его в перчатках был. Давай-давай, пиши сюда. Он обратно щенится. Вот там куда-нибудь давай еще сюда подканим, как-то обычно. Все, там вот тусуем. Не в хату. Только его взял в руку, короче, он так перелез аккуратно. Сюда скинул. Ну, зараза, тут же прямиком в хату, блин. Да-да-да, греется. Посмотри, нафиг тебе надо. Здоровенная подлюка. А у нас дорожевой фокс бегает. Вот такой весь. А ну, ляй, родственник, бежи сюда. Вот такой, дорожевой фоксяр. Свобода. Свобода. Юрий Деточкин. Тут подсолнух, тут у нас кукуруза. Так, у нас, короче, надо все денег не осталось. И вот решение. Думаю, нам вообще не побыкать. Пойдем пешком. Осталось нам всего лишь четыре с половиной километра. Ну, а что, куда таксиста платить за это расстояние? Блин, гривен 71, а если не словно, они вообще нас охренели. Поэтому пошли вот. Потому что на эти деньги я чуваку мясо наполню, да? Чувак. Чухаем. А он доволен, отпустился. Дружное поле тут. Такая дорога. Вот такая красивая пайтичная. А что нам? Музык. Батарея заряжена в телефоне. Я ему слушаю музыку. Красота. Кайф реально. В каждом жизненном моменте нам нужно кайф ловить. Да, Джинский. Наверное, наполовину не слышно из-за ветра. Да, ну, мне поправилось. И я такой, думаю, на всякий случай снимал. У нас фокс-бложик такой путешествующий. Да, да, что... Давай, давай, давай. Чего-нибудь у нас за плавник заехал. Отпусти. Ну, ладно, погнали. Все, пойдем. Пошли. Ну, конечно же. Д處. Поехали. Все. Ид recently 깊